в прошлом выпуске глупых вопросов профессионалам мы задавали самые стереотипные вопросы будущему дирижеру насти рыжковой здравствуйте меня зовут анастасия я учусь музыкальном училище перешла на третий курс хоровое дирижирование сейчас будет мясо будут подготовлены топ-7 тупых стереотипных вопросов музыканты дирижеру так что наслаждайтесь с целью развеять самые глупые стереотипы и услышать ответы на странные вопросы о ее будущей профессии как мы видим наша задумка полностью удалось тебе это химия с физикой это на аттестат только чайник поставить и все и поэтому сегодня мы продолжим наш эксперимент мы подготовили топ интересных и необычных вопросов об учителях и отвечать на них будет будущий учитель артем филимонов всем привет меня зовут артем и я студент 4 курса брянского государства университета учусь я на факультете педагогики и психологии на специальности начальное образование и информатика сегодня бы я хотел на ответить на самые типичные вопросы по поводу профессии учителя в целом что из этого получится вы увидите уже в этом видео однако во время съемок у нас произошел технический сбой с микрофоном артема опять остановилась не понимаю почему и как у меня будет звуком нет нормально ну просто обрывать ее меня что мой микрофон пишет и поэтому некоторое время звук будет не очень качественным итак ребята мы снова вас приветствуем вы посмотрели уже надеемся первую часть видео задаем глупые вопросы профессионалам только что с нами была анастасия рыжкова и теперь мы приступаем к артему сейчас будет артем отвечать на вопросы об учителях снова у нас билеты как на экзаменах и артем тянет первый автомат не тянет правда ли что профессии учитель строго женская ой но это я это и просто мое самое любимое ну вообще ездил на так повелось что большинство людей которые работают в этой профессии это женщины почему есть наверное несколько аспектов первое это это не такая высокоплачиваемая работа и опять же это в россии в снг в америке и в странах европы совсем все по-другому еще женщины более это более нежные у них больше прибыли проявлять до материнские чувства детям ну как бы они наверное нет как-то нам больше какой-то больше трепет они больше тянутся и поэтому их проект эта профессия привлекает больше как бы я уже сейчас на четвертом курсе и могу вам точно сказать что учителя мужчины ценятся не менее чем женщины потому что дети особенно нашей стране сейчас им очень мало мужского внимания это большинство очень не большинство конечно но много семей которых нет отца и мудро и частный отец и как бы учитель мужчина он более для них он будет более интересен учитель мужчина в женском коллективе то есть в коллективе ему тоже как бы проще это очень классно тебя любят если ты конечно хорошо ко всем относишься в общем это не сугубо женская профессия но пока что в этой профессии конечно же большинство женщин приступаем дай к следующему дов布 правда ли что учителя нет право на ошибку до учитель конечно это человек который имеет определенное образование высшее образование чаще всего это человек который а в своей сфере если ты учитель математики то он своей фiciency он родных но он не обязан например знать все это такое же человек как мы всем он имеет права наших Учителя такие же люди, у них такие же семейные проблемы, у них такие же какие-то психологические проблемы, даже, возможно, их больше, чем у любых других людей. Тоже, как и музыканты, это такие же тонко чувствующие натуры, потому что люди, которые работают с другими людьми, они просто не могут быть какими-то такими железными, непробиваемыми. Учитель, конечно, может, ну, например, ввиду своей невнимательности, в какой-то момент он пропустил, он может ошибиться, но он должен признать, что он ошибся, а не как-нибудь что делать, ну, это я сделал ошибку, чтобы вас проверить. Он должен сказать, что я такой человек, как и вы, я тоже могу ошибиться, так что вы тоже не бойтесь ошибаться. Главное потом найти и исправить свою ошибку. Так, третий. Так, давайте вот этот вопрос. Правда ли, что учителя живут в школе? В кавычках. Ну, я понял, да. Ну, в связи с, не знаю, знаете ли вы такие понятия, как в ГОС, да, в связи с этим они, конечно, проводят много времени. Ну, не только в школе, нет, ну, они в школе, чаще всего, находятся только в рабочее время. Ну, никто не отменял работу дома. Как бы учителя сейчас занимаются огромным количеством бумажной оболокиты, которая учителям, по сути, не нужна. Да, они живут этой работой. Это проверка тетради, это составление планов, составление конспектов, составление отчетов, составление программ, составление план-сеток и еще кучу, кучу, кучу разных вещей. 50% успеха, проведенного образом твоего урока и вообще твоей профессиональной деятельности, это бумажная оболокита. Раньше учителя, если они занимались этим, занимались, ну, как, ну, канцелярией. Сейчас учитель сам все это делает. Если ты идешь обучителям, то ты должен понимать, что это займет большую часть твоего времени. Приступаем к следующему. Тянем. Заблуждение ли то, что учителя сами ничего не умеют, поэтому учат других? Ну да, кто-то когда-то сказал, что если ты, так говорили, по-моему, про критиков или про фитнес-тренеров, что если ты ничего не достиг, то ты просто идешь и учишь других. Нет, в учительской профессии это не работает. Учителем становится тот, кто уже набрался определенного опыта в своей сфере, и он знает то, что я имею возможность, я имею то знание, которое я могу дать другим, и я хочу их дать другим. Бывают учителя, которые идут работать, потому что больше некуда идти, они не очень любят свою профессию, но это редкость, и они недолго держатся в своей работе. Достаем следующий билетик. Так, ну давайте крайне. Ого, уговорили. Ого, правда, да. Правда ли, что получать педагогическое образование настолько сложно, что после окончания вуза у преподавателей не находится сила работать по профессии? Не спорю, учиться на учителя это довольно кропотливый труд, и он занимает много времени. То есть это 4-5 лет, еще многие идут выше, это аспиратура, амбистература. Но оно того стоит, если человек идет работать, то есть целенаправленно, он учится целенаправленно на эту профессию, то он должен понимать, что любая профессия тяжелая по своей сути. То есть ты должен, как бы, осмыслить, сколько времени, сколько сил я буду тратить на то или иное, и что я от этого получу. Поэтому если вам, даже на третьем, на четвертом курсе, вы поняли, что это не ваше, не бойтесь просто брать и начать заниматься другим. Но если вы действительно хотели учиться и вы учитесь, то вы должны понимать, что эта профессия тяжелая, но она того стоит. Так, Артем, продолжаем, тянем. Учителя не имеют права быть эмоциональными. Какая глупость. Вообще по своей сущности они эмоциональные люди, потому что они работают с другими людьми. И если нет эмоционального отклика от учителя, и ребенок его не чувствует, то ни о каком уважении, ни о каком взаимопонимании речи идти не может. Нужно уметь хвалить ребенка по-настоящему искренне, а не просто, как бы, ну так, скрипя сердце. Правда ли, что у учителей нет личной жизни вне школы? Учителя приходят работать в школе. Школа – это их рабочее место, дети – это их тоже работа. Ну, как бы, личную жизнь с работой совмещать, ну, это, как бы, глупость. А то, чем он занимается дома, чем он занимается вне своего рабочего времени – это его личное дело. Но это не значит, что мы, как бы, все должны ходить с ним до пятой окутанной шторами. Конечно. И не выкладывать никаких фотографий. В Конституции написано, каждый имеет право на частную жизнь, и никто не имеет право ее нарушать. Вот. У нас последний вопрос. Мы так быстро подошли. Правда ли, что все учителя серой мышки, и у них нет вкуса в одежде? Угу. У учителя есть свой профессиональный дресс-код. Ну, это нормально, потому что они работают с детьми, они работают, как бы, вот, опять же, ну, открытых видят люди. То есть это довольно официальная работа. Ну, понятно, что у учителя не будут одеваться как-то экстравагантно, вычурно, ярко. Но никто не отменял просто красивую, стильную одежду. Как бы, тут уже дело вкуса каждого, там, кто-то хочет быть серой мышкой, он будет серой мышкой, зачем нам его за это осуждать? Ну, как бы, нет, не все учителя серой мышки. Ну, вот, теперь Артем нам ответил на самые такие интересные вопросы. Надеюсь, они были полезными. Да, по профессии учитель. И мы, наверное, будем снимать концовку. Итак, ребята, вот подошло наше видео к концу. Мы дали вам, точнее, Настя с Артемом дали вам ответы на самые такие крутые, самые... Тупые! Тупые, самые жестокие вопросы об учителе и о музыканте-дирижере. Если вам понравились видео такого формата, то ставьте нам пальцы вверх. Ждем, ждем. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы вы могли принимать уведомления о моих новых видео. Подписывайтесь на... Да, подписывайтесь. На социальные сети Насти, на Артема, в Инстаграме, ВКонтакте. И ждите наших новых видео. С вами был Ягер Фрекс. Артем Филимонов, Анастасия Рыбкова. И всем до встречи, до новых видео. Пока!